Зайчаточки и многоуважаемые ягняточки, здравствуйте! Вновь в эфире дядя Юра Кузнецовский, и сегодня я предлагаю вам немножечко, нам, немножечко отвлечься от всей суеты, от пиздеца, который у нас за спиной. Давайте его оставим хотя бы на полчасика, чтобы посмотреть замечательный обзор мемасиков, который я подготовил для вас, различных смешных видео, вот, чтобы поднять немножечко настроение, разгрузиться, а то мы уже совсем пропитались вот этой вот гнетущей атмосферой. И вот, так что предлагаю долго не задерживаться, не засиживаться, не досковать, а прямо сейчас начать замечательный, воодушевляющий обзор. Короче, мы тут ходили после школы и нашли глыбу мочи, бляй. Короче, тысяча лайков и мы пробуем её на вкус. Сука. Короче, мы тут ходили после школы и нашли глыбу мочи, бляй. Короче, тысяча лайков и мы пробуем её на вкус. Глыба мочи. Блин, это только в детстве можно было до такого додуматься. Ребята нашли глыбу мочи. Без челайков, они пробуют её на вкус. Саам-маликум. Я сюда не пришёл с тобой болтовать. Мои татуировочки, мои виситычки. Я что хотел бы тут отметить? Болтовать, ладно, понятно, но прикольный такой персонаж. Но вот эта вот борода у восточных наших братьев, у хачков, почему она растёт такая, как каска какая-то. Во-первых, у них шлем из волос на голове. И вот здесь вот такая обрамляющая, красивая такая полоска из волос, чтобы лицо казалось как будто оно в платке в каком-то. Прикольно. Извините, ребят, совсем забыл. Господи, хотел бы поздравить вас всех с сегодняшним днём нищеты. Зачат, я вас очень сильно люблю и целую, и поздравляю вас с этим днём. Нас всех. Теперь мы все нищие. Я умерла, мне сегодня задушили в 4 часа утра. Поэтому я фан, то завтра в 4 часа мне только сутки исполнится. Поэтому я кушаю её пока только мамином сладкое молочко. Сегодня я умерла. Сегодня я умерла, поэтому я фан, то кушаю только мамином молочко. Мне сегодня... Давайте ещё раз послушаем. Очень интересно. Ну, у дамы, наверное, шизофазия. Я умерла, мне сегодня задушили в 4 часа утра. Поэтому я фан, то завтра в 4 часа мне только сутки исполнится. Поэтому я кушаю её пока только мамином сладкое молочко. А не, я умерла. Ну, сегодня я умерла, задушили её, значит, она, соответственно, ей только один день. Поэтому кушает она только мамином сладкое молочко. Замечательно. Блин, что это за ламантин вообще? Я не первый раз встречаю этого чела на просторах ТикТока. Ну, охуенно всё. Шея, подбородок. Ну, ладно, не гоже так говорить о людях, которые так выглядят. Но он прикольный персонаж. Ну, так и своровал печенки. Ну, типа, ты должен быть быстрее. Ты должен был быть шустрее, чувак. Эй, пиздяки. Блин. Вот это охуенный просто чувак. Вообще, у него, блин, гениальный контент. И тут самый, мне кажется, чувак с самым крутым чувством юмора в ТикТоке. Эй, пиздяки. Можете не идти сегодня в школу. Можете просто ебашить в плойку везде. Правда? Серьёзно? Да, я позвоню вашему учителю и скажу, что у вас сбила машина. Спасибо. Блин, твой отец такой крутой. Да, у тебя самый крутой отец на свете. Блин, вот бы и мне такого. Ёбаный, брат. Ребят, хватит идеализировать моего отца. Он не такой крутой. Если бы я не был таким крутым, я бы уже давно дал тебе поебалу за то, что ты материшься. Как видишь, мне похуй. Потому что я крутой. Я крутой отец. Это правда, Ян. Мой отец бы уже давно меня отпиздил. А вот тебе не разрешал материться. Пока что. Боже, как же он крутой. Я знаю, я и говорю. Смотри. Пожалуйста, усыновите меня. Есть проблем. Просто попроси родителей поставить. Так, ладно, хватит. Пап, выйди, пожалуйста, из моей комнаты. Я хочу поиграть с друзьями. Хорошо. Хорошо, я выйду. Но только вместе с вами. Потому что сегодня мы с вами летим в Америку. Охренеть. Круто. Это Диснейл. Да ладно. Офигеть, правда? Да, я уже взял билеты через Авиасейл. Офигеть. Твой отец засунул рекламную интеграцию в наш диалог. Какой же он, блядь, крутой. Я получил... А ты, кстати, не полетишь. Почему? А потому что нехуй было на меня воевываться. Так, ладно, кто будет 16-летний виски? Господи, пап, да нам лет меньше, чем этому виски. Мне тоже. Я в ахуе. Ну, получается, я тоже прорекламировал Авиасейлс немножко. Доброе утро. Зайка. 5 утра, я еще не спала. Я тут принимаю горячие ванны. У меня завтра на собеседование. Вот так-то. Пусть в утро 15. Блин, такое ощущение от нее Тина отходит болотная. Ну, такая, ничего, такая симпатичная девочка. Вот. Ну, и собеседование у нее пройдет на ура. Уверен в этом. Что он сделал? Представляю, как от него башкой воняет. Красавчик какой. Вот мне понравилось, как он вначале сделал вот это вот. Это его, наверное, такое самое модное коронное движение. Сейчас. Вот, и все трусики сразу такие мокренькие у всех девочек. А чего? Все в порядке. Ну, а почему бы, собственно, и нет? А, сука. Что за нить? Прикольно. Полезно, я слышал. Очень полезно. Хорошая тема. Рекомендую всем. Дом можете сами сделать. Это вообще легко. Просто ковыряйте дырку так вот ножницами в голове и все. И вытекает нужная нить. Это видео не смешно, а? У меня вопрос. А что там делал мужик на заднем фоне? А что, кстати, он там делал? У меня вопрос. Наша общая с вами прежняя жизнь завершена. Вставочка по Фрейду. Как это видео сюда зачесалось, я не знаю. Правила вас ваша прежняя жизнь в Ксении? Очень. Но, к сожалению, она закончилась. Будет что вспомнить. Будет что вспомнить. А вам? Да, тоже было неплохо. Было много в ней увлекательных элементов. Вы считаете, на сколько лет она у нас с вами закончилась? Условно, лет на 10? Или, в принципе, на всю нашу жизнь? Хотите планы построить? Насколько хеджироваться? Насколько времени? Вы знаете, в такие периоды не строят планов. День прошел, и слава богу. День прожили, и молодцы. Что-то сумели сделать полезное. Хорошо. Не сумели, а просто сумели пережить. Тоже хорошо. А там дальше будет видно. Я могу сказать, что очень важно, чтобы люди не забывали, как выглядит нормальная жизнь. Те, кто ее помнят, те, кто является носителем вот этой самой здоровой социальной нормы, вот они должны беречь себя, потому что, поверьте, этот опыт пригодится. Да. Мне кажется, у каждого из нас был в школе такой преподаватель, который вот так вот, когда говорил, вот так вот плевался вот такими вот просто фонтанами слюней. У нас был такой преподаватель по истории, Андрей Владимирович Гаршин, замечательный просто историк, и когда у нас были уроки у него, и я, допустим, сидел на первых партах, я помню, было солнышко, и он вот так вот стоял, и вот так у меня тоже так... Мы называли этого пракеты, что у него вылетают. Вообще всегда радовали люди, которые придумывают какие-то такие немыслимые приспособления, чтобы делать какие-то упражнения или что-то там вытворять. Какой-то жим штанги с нестабильным весом, почему-то башка у него в каких-то качельках лежит, какие-то везде все не закреплено, но это как минимум драматично все. Не, ну я уверен просто, что он сделал это не для тиктока, и не для того, чтобы просмотр собрать, а он реально запаривается, потому что ему это нравится заниматься. Вот. Кэрси, иди-ка сюда, малышко. Смотрите, кто у нас тут. Это коту Фэй, это коту Фэрси. Сегодня это Фрэмпси. Фрэмпси, поздоровайся, пожалуйста. Фрэмпси. Фрэмпси. Поздоровайся. Смотрите, какая она жидкая. Посмотрите на эту сосиску. Это сосиска по имени Фрэмпси. А еще она может делать вот так. Вот так вот. Ну Фрэмпси, зайка. Сейчас, 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 малыш, сейчас, сейчас. Я ей тут недавно абстрикт ноготки, потому что она, не, она не царапалась, но она драла их. И после этого она не может забираться на все, на все возвышенности, которые необходимы. Вот на кресло не может кожаные. Красивые зубы. Да, зачем нам солнце и Монако? Можем на некоторое время, на пару, на пару декад. Декады это десятилетие, если что. Господи, а почему бы и нет? Ну, увидят только дети мои за границу. Солнышко Монако. Блин, аж печально. Фрэмпай, там что за займёшь? Фрэмпишка, шлопил. Знатно. Сломался? Я не знаю, что можно. Ай, если не дай бог сломал, пожалуйста, не дай бог сломал. Мне нравится друг, который просто обоссылается от смеха. Такие друзья и должны быть. Просто как он ржёт сейчас. Сейчас самый момент, такой, братишка. Если посмотрите заново. Сейчас. Сейчас. Братишка-слогбаум. Он начал ржать ещё до того, как тот разъебался. Сломался? Сломался? Я не знаю, что можно. Ай, если не дай бог сломал, пожалуйста, не дай бог сломал. О, видите, я закрываюсь. Я прячусь, видно? Я ушёл. Красивый взгляд. Взгляд, смотрите. Так самое. Давай. У меня вот один вопрос к этому молодому человеку. И вообще ко всем, ко всем вот этим, знаете, гуру самозащиты, гуру всяких восточных единоборств, когда они показывают технику ножевого боя и отработка, особенно защиты, при нападении на тебя с ножом. Вопрос номер один. Они, блядь, хоть раз на практике вообще, вот вы задумывались, они хоть раз на практике это применяли? То есть вот эти вот всякие приёмы, как он захватывает нож, там его выкручивает руку, выгнимает и остаётся, естественно, целым и невредимым. Это же, блядь, просто абстрактная какая-то мифическая хрень. Они ни разу не были ни в каких ножевых боях, и никто ни разу не был в ножевых боях. Потому что ножевые бои – это не ножевые бои, блядь. Там берёт какой-нибудь, блядь, ну, чурка-ничурка какой-нибудь хуя к финну под рябину, бьёт ножом, ты даже не замечаешь этот фу-тфу-тфу, не дай бог, чтобы с кем-то это вообще приключилось. Поэтому самое охуенное действие против ножа – это, блядь, просто взять и убежать нахер. Какой бой, блядь? Как это вообще у них в голове-то происходит? Тебя нападает чувак с ножом, ты такой, хуя, подожди секундочку, достаёшь свой нож, который у тебя почему-то должен быть с собой вообще. Ну, много людей, знаете, которые уходят с ножами. Блин, бред. Вот просто эти гуру самозащиты – это… Для меня не стоит ты, я подарил ей цветы, исполную все мечты. Моей девушке день рождения, моей девушке день рождения, Моей девушке день рождения, мои девушке день рождения. Ну такой милый, такие губки у него. Блин, это Башир М или как-то, который кайф, 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 кайф от души. Кайф, что-то, ну такая, так песня называется, не знаю, она очень прекрасная, и это тоже. Звуки мне понравились, и понравилась сисечка. Такая, которая так мило трясется. Даже кровушка забурлила. Ну это ладно, это просто, это искусство. Я видел, какая у тебя скорость. Что ты? Это не вся скорость. Нет, нет, нет. Боже, ты, быстрее. Сюда делаешь, а уже пошел. Ты не вся скорость. Все, все, все. В чем этот чувак? Он его постоянный партнер на съемках, ну и на тренировках, я так понимаю. они отрабатывают там какие-то вот эти вот говорит вот эта скорость да это вы меня постоянно спрашиваете чем я зарабатываю себе на жизнь вот наглядно сегодня пригласил богатый клиент загородный дом комнате отдыха для персонала тот самый фотограф с дешманской фотостудии в твоем городе к работе он подходит ответственно поэтому выбирает самые удобные для него позы но когда просишь его сфоткать на интересном фоне он расправляет свои разноцветные обои его рекомендация во время фото это целое искусство вытянутый носок залог успешной фотографии также он постоянно переставляет свет надежды поймать удачный ракурс ну и конечно же он потеет вытирает свой пот и продолжает дальше работать это гениально я вот не очень фотогеничный человек меня камера не любит точнее она любит скорее в видео формате вот как фотографироваться блин ну честно не моя стезя и вот помню было какое-то интервью года три назад как раз после моих расставаний ну не может вас половиной и собственно было интервью и после интервью была фотосессия значит меня фотографировал человечек который занимается непосредственно фотограф профессионал своего дела блять так хуёво как а вот она меня девочка сфотографировала блять мне не знаю ну никто бы не смог сфотографировать так отвратительно вообще поэтому вот как раз сказ про это и есть вот так вот ручка нам придет на ноги вылаз знаете когда меня спрашивают как я провел выходные это вот вот мое лицо после выходных вот так и так же свежую как я выгляжу обычно ладно котят было с вами приятно пообщаться все целую пока